В эти дни проходит финал областных соревнований Школы безопасности. Показать свои навыки поведения в экстремальных ситуациях в окрестностях детского лагеря «Искорка» со всех районов и городов области приехала 31 команда. Третий день соревнований посвящен преодолению маршрута выживания. Судьи уже ценили строевую и пожарно-спасательную подготовку команд. Соревнования Школы безопасности, областное управление МЧС и Департамент образования проводят в 13-й раз. Палаточный лагерь в окрестностях города Фокина собрал лучшие школьные команды области. До этого проходили соревнования сначала школьники, потом соревнования муниципальных образований. И сюда приехали 31 команда из городов и районов Брянской области, победители районных соревнований. Здесь соревнования проходят по двум группам. Это городские команды и команды сельских муниципальных образований. Палаточный городок пестрит флагами городов и районов области. Здесь каждый занят своим делом. Одни проверяют снаряжение, другие проходят инструктаж перед стартом. А кто-то и просто обедает. Мы тренировались в своей школе. Нас там всему обучал Триэль Александрович, тренер наш. Многие участники команды из города Фокина здесь уже не в первый раз и даже становились призерами областных соревнований. Перед выходом команд на старт обязательная проверка снаряжения. Карабина 6 штук. Маршрут, протяженность которого более 10 километров, разделен на полтора десятка этапов. Здесь участникам предстоит показать свои умения и навыки поведения в полевых условиях, экстремальных ситуациях. Занимаюсь второй год. Нравится туризм. Сегодня будем проходить навесную бревну. Противотанковый окоп, вырытый во время Великой Отечественной войны, сегодня является площадкой этапа переправы по бревну. Команде необходимо навести перила и безопасно перейти на другую сторону оврага. Этот этап один из более сложных в данном виде соревнований, потому что здесь команда должна очень многое знать и уметь, чтобы, как я уже говорил, не повредить ни себя, ни участников и не пострадать. Контрольное время 15 минут. Следующий этап уже на земле, но сложность прохождения остается прежней. Этап называется переправа по болоту через болото по жердям. Они обязаны переправиться с исходного берега, вот как вы видели, сюда, на целевой, по жердям. Желательно не упасть. Навыки какие? Это, во-первых, командная работа. Каждая команда выбирает тактику прохождения этапа в зависимости от подготовленности. И второе – командная слаженность. Главное, что не упасть лицом в грязь. Для отработки навыков спортивного ориентирования рядом с каждым этапом находится контрольный пункт, на котором команде необходимо отметиться. После переправы по болоту самые сильные отправляются на воду. На этом этапе главная точность. На прохождение маршрута выживания у команды есть 4 часа. Успеть срок еще не значит победить. Желательно прийти на финиш без штрафных баллов. После подсчета результатов всех участников, жюри выберет лучшие команды в двух возрастных категориях. Они будут представлять нашу область на всероссийских соревнованиях «Школа безопасности», которые пройдут в Липецкой области уже в июне. Владислав Боревский, Алексей Рязанцев, телеканал РЕН-ТВ Брянск.